Ежегодно с 4 ноября 2005 года в России отмечается День Народного Единства. Этот праздник был учрежден в честь подвига Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые организовали народное ополчение и освободили Москву от поляков в 1612 году. Речь идет о временном промежутке с 1598 по 1613 год, более известном как «Смутное время» или «Смута». К тому времени прекратилась царская династия Рюриковичей. Царь Федор умер, а последний наследник престола Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, погиб. В 1598 году на трон был возведен боярин Борис Годунов. Три года были неурожайными. Начался голод. Тогда же распространились слухи о том, что наследник Дмитрий жив. В начале 1604 года самозванец, более известный как Лжедмитрий, посетил польского короля. Король признал право Лжедмитрия на русский трон. И в 1605 году, после смерти Годунова Лжедмитрий, при помощи поляков сумел захватить власть. В 1607 году появился Лжедмитрий II. Польско-литовские войска начали громить российские города. А в 1609 году польский король объявил войну России и взял в осаду Смоленск. В государстве фактически наблюдалось безвластие. Российскими войсками некому было управлять. Кузьма-Минин совместно с Дмитрием Пожарским организовали народное ополчение и выдвинулись защищать Москву от польских захватчиков. Минину и Пожарскому удалось собрать войско в 10 тысяч. В него входили крестьяне, казаки, стрельцы и дворяне. В этом же году ополчению удалось взять Москву и изгнать польские войска. В итоге Минин и Пожарский были признаны героями, а в центре Москвы был установлен их памятник. 4 ноября – это день освобождения Москвы и день Казанской иконы Божьей Матери. Считается, что эту икону несли перед собой ополченцы Минина и Пожарского. И именно она помогла бойцам освободить Москву. В память об этом в 1625 году на углу Красной площади и улицы Никольской появился Казанский собор. В 1936 году он был разрушен, а в 1993 восстановлен. С Днем Народного Единства и с праздником Казанской иконы Божьей Матери! Продолжение следует... Продолжение следует...